В первый день весны в Центральном дворце культуры глава района Павел Колесников встретился с представителями Совета ветеранов. Накануне этого дня, 29 февраля, состоялось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это важное политическое событие. Руководитель муниципалитета обозначил основные направления работы в нашем районе, перспективы развития и планы на будущее, а ветераны, в свою очередь, рассказали, что их волнует. Узнать мнение старшего поколения всегда интересно. В теплой дружественной обстановке поговорили о жизни и развитии нашего района. Нет ничего важнее живого общения с людьми, с любыми категориями, с любыми возрастами, женщинами, мужчинами. И моя задача – создавать условия на территории Фурманского муниципального района, в том числе в районе, в городе, потому что у нас администрация такая объединенная. И на самом деле, наверное, хотелось бы вам рассказать о планах каких-то развития, потому что много вопросов у нас задается. Мы часто вещаем в интернете, может быть, кто-то подписан на меня, на администрацию Фурмского муниципального района. Мы пытаемся всю информацию, которая тоже в ближайшее время должна случиться или случается, об этом во всем слышании говорить, чтобы не было никаких тайн. Но, тем не менее, по планам можно вообще и поговорить. И чтобы знать, куда же мы идем, всегда нужно каждому человеку знать, какое светлое или не очень светлое будущее ждет нас впереди. Павел Николаевич ответил на все вопросы и поблагодарил пенсионеров за их активную жизненную позицию и помощь. А в преддверии 8 марта поздравил женщин с наступающим весенним праздником, пожелал крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, бодростью духа, любви и внимания со стороны родных и близких. Как показала встреча, несмотря на почтенный возраст, ветераны чувствуют ответственность перед будущим поколением. Их волнуют все проблемные вопросы, касающиеся жизнедеятельности нашего района, страны. Ну а прекрасным дополнением ко всем поздравлениям стали творческие номера от маленьких и взрослых исполнителей и коллективов Центрального Дворца культуры. Живая музыка зарядила всех энергией и подарила прекрасные минуты общения. Людям серебряного возраста крайне важны подобные встречи, на которых они не только могут узнать последние городские новости, как говорят из первых уст, но и рассказать о том, чем занимаются. Ведь, как известно, свободного времени у пенсионеров достаточно. Дело в том, что наша жизнь ветеранов, она не заканчивается. У нас очень много дел. Ну вот скажу про себя, про своих знакомых, женщин, которые заняты большим делом. Это мы вяжем маскировочные сетьки. К нам каждый день приходит одна-две новенькие. Есть, конечно, и мужчины. И вот сейчас мы уже сплели 18 сетей. Причем один молодой парень-боец, ну, отец, жена и маленький ребенок, находится на своего, приезжал в отпуск. Он заказал себе три маскировочные сетки для индивидуального пользования. То есть размер 3 на 2. Мы ему сплели, и он забрал их с собой. Ну, и у нас большая группа женщин, которые шьют трусы от 46 до 54-56 размера. Есть, кто вяжет носки, вяжут перчатки. Ну, сейчас уже перчатки будут отходить. И сейчас мы уже решили заниматься вязать костюм лешего. Да. И сейчас мы ищем вот такие старые костюмы, пятнистые. Пусть даже не выушенные. Может, даже где-то дырочка есть. Это не важно. Мы все равно золотаем, вот этими, как сети плетем. И если у кого-то есть, ждем, чтобы нам принести в нашу мастерскую за наших фурманов, которые находятся с атлетической 37. Председатель Совета ветеранов деревни Земляничной Валентина Николаевна Жданова рассказала, что члены Совета регулярно навещают больных, юбиляров своего округа, встречаются в клубе деревни на праздники различные мероприятия. У нас всегда в клубе очень всегда проходят большие мероприятия. Вот если вам интересно, можете зайти на сайт «Земляничный необычный». Там все выкладываются, все наши постановки, все наши песни, в общем, все такое. В общем, работа у нас движется, работаем. Так что пока, вот не знаю, возраст, конечно, уже начинает под горку катиться. Но все равно стараемся как-то подбодрить всех, чтобы никого не обходить. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с наступающим праздником днем 8 марта. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия. Берегите себя и своих близких и родных.